привет мои хорошие сподвигла меня одна идея показать вам очень занятное применение одной штуки вот есть такая штука называется ноутбук ноутбука есть блок питания вернее аккумулятор и вот иногда бывает что ноутбуков эти блоки питания аккумуляторные выходят из строя но некоторые люди они просто берут покупают новый и ставят но возможно старый можно из него вытащить элементы чаще всего когда выходит из строя блок питания вот этот аккумулятор он состоит из шести батареек внутри и выходят из строя какие-то одни они соединены параллельно допустим какие-то 2 вы выше выходят из строя может одна наверно 2 поэтому остальные четыре штуки остаются целыми и вот что собственно говоря и я вам хочу показать я вот такой нашел выброшенный аккумулятор от ноутбука не знают какого ноутбука даже не знаю какой ну тут подробности написано что он укомплектован элементами санья я честно говоря даже у меня нет желания лезть в интернет и искать от какого ноутбука он был в общем он вот так вот скромненько валялся в луже кто-то выкинул я его ногой подцепил вижу что он тяжелый принес домой высушил промывал высушил разобрал видим такую картину здесь вот так вот лежали элементы и они были припаяны к плате управления так скажем это плата называется бмс писем плата она включает себя контроллер заряда и разряда насчет заряда точно не знаю но скорее всего также она включает 2 термодатчика термодатчики были приклеены вот один термодатчик был к одним приклеен раз другим третьего нету почему-то и она выпускает напряжение наружу дает ток все аккумулятор заряжается разряжается но почему-то так происходит что выходит из строя пара банок вот здесь вот мы видим это то есть вот на примере конкретно этого можно посмотреть и видно что вот он имеет там внутри повреждения нарудная оболочка также это все здесь вот окисливаясь это может из-за того что он долго на улице валялся в луже вот эти два элемента они по нолям показывают напряжение 0 все они в козе ушли и разрядились но остальные вот эти вот элементы оказывают нормальное напряжение можно даже проверить это сделаем это них вот это вот минусовой контакт это плюс так у нас сейчас стоит на 5 вольт он показывает что 4 вольта то есть около 4 вольт в этих банках есть вот сейчас во вторых проверим то же самое один в один около 4 вольт значит эти банки живые сейчас посмотрим на ток бахнет не бахнет скорее всего бахнет сейчас я поставил на козе хочется просто проверить вот они на пираж отдавать и не могут давай надо было штатив брать не хочет вот короче есть у них ток жгет так конечно зарядить на козе конкретику и посмотрим как она пахнет искренне он дым идет все нагревается сразу короче эти банки живые ребята прикиньте некоторые люди просто выбрасывают что мы будем делать у нас есть вот такой замечательный китайский аккумуляторный фонарик он конечно страшно неудобно потому что он тяжелый он сдох у него внутри стоит 4 вольтовый свинцовый кислотный гелевый аккумулятор вот есть такая идея поставить сюда эти аккумуляторы вот но нужно нужно плата управление которая будет их не дать им разряжаться потому что если вы их разрядить и ниже двух чем-то вольт они уже никогда не зарядятся них резко снижается срок службы поэтому нужно купить вот типа такой платы это у нас специальная плата на микросхеме сейчас мы посмотрим что же микросхема у нас ТП что то там 40 40 56 или что то такое ну в общем в интернете их наволом вот есть такая плата которая содержит заряд контроллер и разряд контроллер у нее вот здесь вот две микросхемы еще есть пара выводов вот нужно брать ту плату я взял вот такую потому что у меня тогда не было опыта когда я их брал 5 штук заказал они за 150 рублей пришли поэтому сейчас нужно городить брать бмс от сотового телефона вот такую маленькую в любом аккумуляторе сотового телефона есть бмс плата она контролирует разряд и по моему заряд если честно я не знаю вот можно вот так вот вскрыть и увидеть что здесь есть микросхема вот здесь есть входные ножки вот плюс-минус на телефоне они были подписаны и здесь на плате они видно что подписаны вот здесь вот плюс написано б плюс это значит на батарею вот такую плату подсоединим к батарее вот вот этими контактами вот этот шлейф и вот этот и вот такую плату припаяем к этой вот эти вот контакты сюда припаяем что она не будет давать разряжаться вот эта плата нужна чтобы не дать разрядиться а это нужно чтобы заряжать аккумуляторы вот так же здесь вот как и вот этим вот резистором можно регулировать ток заряда то есть можно посмотреть схемы на вот эту плату и там будет написано таблица сколько соответствует он сопротивление и какой ток заряда ну большой не надо делать чтобы они дольше служили и у этих аккумуляторов будет вторая жизнь лучше конечно их делать в отдельном блоке этот блок прятать ближе в карман куртку допустим но если условия позволяет допустим вот если зимой то литий аккумуляторы они при минусовых температурах резко отдай ну снижают свою емкость они не дают поэтому вот у меня такая идея была взять допустим вот тот же самый powerbank какой-нибудь можно кстати из них сделать powerbank так вот взять вообще 4 запараллелить и сделать неплохой powerbank надо купить схему управления или от старого powerbank взять схему уже этот powerbank карманчик он всегда у вас в тепле будет и можно потом фонарик запитывать вот проводов таким образом у ваш фонарик будет легкий на лбу не будет тяжесть давить и будет всегда гореть также можно взять допустим какой-нибудь юсб фонарь его попробовать приспособить в общем фантазия безгранична но идея этого ролика была такая что ребята не надо выбрасывать отработавшие блоки аккумуляторами от ноутбуков там есть хороший элемент нужно просто их разобрать посмотреть за сим разрешите откланяться всем счастья любви и удачи и терпения у вас все получится новых идей